МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы начинаем. Были ураганы, но не сильно, но чтобы валило, ломало, никогда не было такого. Натворил бед на севере Сахалина устраняют последствия прошедшего циклона. На гублюбное обследование ездили? Нет, я еще не ездила. О самом важном напрямую. Губернатор области посетил Долинский район с рабочим визитом. Будет гораздо легче, поскольку мы уже будем быстрее на ноги ставить больных. Реабилитация, не выезжая из района в Паранайской ЦРБ, появилось новое высокотехнологичное оборудование. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересных событий на неделе хватало. Давайте познакомимся с самыми важными. Вашему вниманию дайджест новостей коротко о том, что происходило на Сахалине и Курилах. Что ж, не будем затягивать и перейдем к новостям. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочей недели. Выходные дни продлятся с 30 октября до 7 ноября. При этом главы регионов могут самостоятельно установить режим ограничений досрочно. Заработная плата сотрудников в этот период будет сохранена. Это связано с ростом заболеваемости коронавируса. Также власти напоминают о важности вакцинации и соблюдении санитарных правил. Сегодня в Сахалинской области усилили масочный режим и ужесточили правила организации массовых мероприятий. Валерий Лимаренко представил идеи по развитию Сахалинской области на совещании с президентом России. В первую очередь это касается программы расселения жителей из ветхих и аварийных домов. Немаловажным вопросом является и добыча, и переработка рыбной продукции. Валерий Лимаренко также указал на необходимость развития транспортной доступности и создания производства на Сахалине керосина, бензина и дизеля. В свою очередь правительство России отметило положительный опыт поддержки сахалинских многодетных семей. На островах продолжается всероссийская перепись населения. В Сахалинской области она стартовала 15 октября. Принять участие в ней можно, заполнив анкету на сайте госуслуг, на стационарных объектах в МФЦ или ответив на вопросы переписчика лично. А в Сахалинстате рассказали, как не стать жертвой мошенников во время всероссийской переписи населения. Переписчик никогда не спросит о величине вашей зарплаты или пенсии. Анкета содержит вопросы только об источниках дохода. Кроме того, отличить настоящего переписчика можно по форменной одежде. Совет отцов могут сформировать в Сахалинской области. С такой инициативой к общественности обратился глава региона Валерий Лимаренко. Такое объединение может стать полноценным консультационным органом, который займется укреплением института семьи и будет давать рекомендации по актуальным вопросам для островных властей. На местном уровне подобный совет действует, например, в Южно-Сахалинске с марта 2021 года. Кроме создания совета, глава региона предложил синхронизировать областной день отца со всероссийским, который в этом году отметили впервые. Национальная сборная WorldSkills Россия успешно выступила на Евроскиллс Градс 2021. Участникам удалось показать высокий уровень подготовки и завоевать 13 золотых медалей. Эта тема стала одной из главных на сессиях форума «Точки кипения». Как отметили эксперты, навыки участников интересны не только для создания кадровой базы, но и подготовки новых сотрудников. В рамках сессии московские спикеры обсудили идею с руководителями сахалинских предприятий и представителями власти. В областном центре провели заключительный концерт арт-фестиваля «Заяви о себе». Из более чем семи десятков участников в финал вышли 36 исполнителей. Творческое состязание проходило уже в одиннадцатый раз. С каждым годом оно набирает обороты. «Заявить о себе» желают все больше поющих артистов среди зрителей. Также растет его популярность. Лучшие исполнители получили денежные сертификаты и призы, а также возможность ротации своих песен на одной из популярных радиостанций. В Александровске-Сахалинском продолжают устранять последствия циклона, разгулявшегося на севере острова в конце прошлой недели. Тайфун бушевал над районом несколько суток. Сильные порывы ветра повалили деревья и столбы электропередач повредили кровли. Сейчас в районе ведут ремонтно-монтажные работы. Трудятся как местные специалисты, так и бригады из соседних муниципалитетов. Кристина Ким подробнее. Роковой для Александровско-Сахалинского день начинался с полного штиля. С утра обстановка была спокойна, но уже к обеду порывы ветра достигали 10 метров в секунду. В два часа дня в местной администрации поняли, что ситуация выходит из-под контроля. В районе объявили режим ЧС и развернули оперативный штаб. В этот же день ураган унес жизни двух человек. Трагедия случилась возле магазина «Фермер». Крыша жилого дома сорвалась и обрушилась на местных жителей. Крыша летела с того дома по улице Ленина, 13. До сих пор металл, который убил сахалинцев, лежит возле места происшествия. Коммунальщики приступили разгребать завалы только 19 октября. До этого запрещали. Здесь ввели следственные действия. Молодой человек скончался на месте. В этот день 17 октября он отмечал свое 26-летие. Вторую пострадавшую экстренно госпитализировали в больницу. Состояние было ее крайне тяжелое. Обусловленное многочисленными травмами, полученными в результате падения крыши. Давление было не определялось. Больная была госпитализирована сразу в реанимационное отделение. Проводилось обследование. На этапе, когда была подана в операционную, наступила клиническая смерть больной. Попытки реанимировать женщин оказались безуспешны. Травмы были серьезны и несовместимы с жизнью. Семьям погибших по распоряжению губернатора региона выплатили по 500 тысяч рублей. По факту происшествия возбудили уголовное дело статья «Халатность». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, производивших ремонт кровли жилого дома, лиц, принимавших произведенные работы, а также лиц, ответственных за содержание общего имущества многоквартирного дома. Расследование продолжается. Крышу дома приведут в надлежащее состояние уже к началу декабря. Жалоб на протечки от жителей верхних этажей в целом дома пока не зарегистрировали. С жителями поговорили, никто переселяться не желает, протечки там никаких нет, сейчас на крыше работы ведутся уже, и если жители пожелают, мы их переселим, есть место, куда переселить. Побредила кровли и на других зданиях, в том числе школе, тем не менее все социальные учреждения работают в штатном режиме. Занятия у нас не осуществлялись конкретно в школе один день. Когда была связь, мы дали, соответственно, задание детям на один день, чтобы они его выполняли дома. Ветер ломал деревья, рвал провода лэп. В результате обесточенной оказались 18 сел. Людям, проживающим там, заранее выдали спутниковые телефоны для поддержки связи. Теплое водоснабжение в районе во время действия урагана работало практически без сбоев. Столько электриков работало три бригады, в том числе подошла помощь с Паранайска. Одна группа выдвигалась непосредственно по 110-й линии, которая идет с Тымовска, потому что это основная линия, которая запитывает непосредственно центральное народоснабжение района. И три бригады работало здесь, у нас непосредственно в районе, ликвидировало все эти последствия, порывы буквально в режиме реального времени, буквально непрерывно. Сами жители райцентра не припомнят настолько сильного циклона. Я живу здесь, родилась уже 80 лет, я жила, никогда такого здесь не было. Ну и тайфуна такого не было, но все равно были ураганы. Ну не сильно, но чтобы валило, ломало, никогда не было такого. Сейчас в районе полностью восстановлено энергоснабжение, однако перебои со связью интернетом продолжают доставлять неудобства. Представители провайдеров обязались устранить неполадки к началу следующей недели. Кроме того, все дороги и подъезды к райцентру открыты для движения, трассы отградировали, однако администрация и госавтоинспекция по-прежнему не рекомендуют выезжать в направлении МГАЧи. Кристина Ким, Владислав Зайцев, телекомпания УТВ. Валерий Лимаренко посетил Долинский район. Губернатор проверил ход ремонта социально значимых объектов в селе Сокол и встретился с жителями в Долинске. В основном люди жалуются на качество жилых домов и работу управляющих компаний. Все спорные вопросы глава региона решал на месте. Чем закончился диалог власти и народа и какую оценку получил муниципалитет, расскажет Олеся Львова. Традиция проверять работу на местах у Валерия Лимаренко появилась давно. И не только указывать мэрам на недостатки, но и следить за их исправлениями. В этот раз очередь Долинского района. План внушительный. Нужно проверить несколько объектов. И первый – школа в селе Сокол. Закончили, постараемся. Да ладно. Понятно, что вы не закончили. А материал на месте? Да, пришел материал. А что же вы опознаете? Обмануть наметанный глаз губернатора еще не получалось ни у кого. Подрядчик, ремонтирующий фасад школы, обещает за 10 дней сдать объект. Вот только Валерий Лимаренко словам не верит. На деле здание не обшито. Хотя на весь объем работ отводили 5 месяцев. Выбились из графика. Восстанавливать придется ночными сменами. Вердикт оглашен. И обжалованию не подлежит. Давайте скажем так. В ваше положение мы не войдем. Делайте работу. Здесь же в Соколе благоустроили и задний двор школы. Территория теперь не стоит без дела. Готовая волейбольная площадка ежедневно принимает ребят. Местная спортивная молодежь, кстати, и была инициаторами проекта. И они в качестве своей идеи выдвинули проект «Волейбол для всех». Все реализовали. Дети довольны. Потому что мы спрашивали у них уже в начале учебного года. Довольны ли они играют. И мы видим постоянно на выходных. Здесь играют и дети разного возраста. Ремонт кипит и на другом социально важном объекте. Амбулатория в Соколе обновит внешний вид и обогатит внутренний мир. Здания утепляют и обшивают сайдинг-панелями. Но на первом месте качество и доступность районной медицины. Всегда анализы, пожалуйста, и у нас можно сдать, и в Долинске можно сдать. Специалистам тоже попасть в Долинскую поливренику. В общем-то проблем-то особо таких нет. В Соколе работают молодые и перспективные специалисты. За короткое время они уже оценили прелести островного здравоохранения, включая телемедицину и обследование ЧИКАП. Мы добиваемся того, чтобы медицина была доступна. Что такое доступная? Это значит, что любой человек, у которого есть потребность обратиться к медицине, может этим воспользоваться быстро. Вот я с молодым специалистом, с терапевтом разговаривал. Значит, можно в течение дня записаться в этой амбулаторию к терапевту. Качество медуслуг в районе отметили и другие жители. На собрании с губернатором в зале нашлась лишь пара человек, кто не смог своевременно попасть на прием к специалисту. Как оказалось, проблема была в отсутствии врачей. А вот вопрос коммунальных услуг и качества жилья встал остро. Проблемы, с которыми столкнулась, это вплоть от крыши текущей, продуваемых стен, отсутствие полнейшего отопления. Вот вы сегодня были у нас в Соколе, я не знаю, чем повлиял ваш приезд, но сегодня в два часа дня у нас горячие батареи. Не уступает в жарких спорах и тема дорог. На улице Ленина в Долинске детям в школу приходится ходить буквально по проезжей части. Сейчас начинается гололед, тротуаров нет. Они падают, под колеса падают. И в том году я вот просто... По-моему, уже этот запрос звучал где-то. Ответов? Ну, сказали, реконструкция будет, когда она будет. Вот это конкретный вопрос. Один из путей решения – установка временного деревянного закрытого перехода. В любом случае реконструкция главной дороги в Долинске запланирована. Этот вопрос область держит на контроле. А вот все в том же Соколе, один из долгожданных участков, улица Луговая. Проект капитального ремонта почти завершен. Правда, с опозданием по срокам. Чуть-чуть там не выполнено. 40% не выполнено. Ну, осталось обустройство тротуаров, обустройство лотков и, в принципе, одними. Но это уже... У вас по договору когда вы должны закончить работу? Закончить работу должны были 16 октября. Сставание на сегодняшний день 14 дней. А вот к благоустройству тротуара на улице Луговой даже не приступали. Жители говорят, что дети здесь ходят по грязи. Говорили, жаловались, а воз и ныне там. До 15 ноября отсыпаем землю. Ну, соответственно, подводим к сегодня существующим деревянным. Ну, соответственно, дорогу пускаем, пешеходный переход пускаем, естественно, в обочину. Дальше муниципалитет должен завершить это все. Валерий Лимаренко поручил этот участок отсыпать до конца недели. Решить вопрос в кратчайшие сроки губернатор распорядился и с другой накипевшей проблемой. Эстакада возле Долинска превратилась в свалку с масляными лужами. На это уже не раз жаловались местные жители. Сейчас мэру предстоит продумать варианты расчистки территории и при этом не допустить повторного загрязнения. В целом, глава региона муниципалитетом остался доволен. Губернатор также отметил и продуктивную работу мэра Долинского района. Сейчас ему предстоит устранить все замечания, указанные во время поездки. Олеся Львова, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ. Зима в этом году пришла на пару недель раньше, чем обычно. На дворе середина октября. А снег уже чувствует себя вполне комфортно даже на юге Сахалина. Большинство водителей традиционно оказались к этому не готовы. А вот готовы ли коммунальные предприятия к расчистке городов области? Об этом мы поговорили с директором завода имени Федотова, который содержит дороги островной столицы летом и зимой, Алексеем Римшей. Запись беседы смотрите прямо сейчас. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим немножко о наступающей зиме. Вот мы каждый год шутим про то, что она подкралась незаметно. В этом году реально подкралась незаметно. Буквально на днях вы рассказывали губернатору о том, что переводится наше главное коммунальное хозяйство на зимний режим работы. Вот теперь можно и нам поподробнее. В какой стадии это работает? Ну, во-первых, каждый год незаметно зима наступает на самом деле только для автовладельцев. Поскольку мы готовимся всегда заранее, мы отслеживаем прогнозы погоды, мы отслеживаем краткосрочные, долгосрочные. В этом году сюрпризом для нас погоды совершенно не стало. Переоборудование техники, та, которая требует переоборудования, мы начали в первых числах октября, и к сегодняшним числам техника переоборудована практически на 90%. Та техника, которая переоборудование не требует, ну, собственно, она и так готова. Собственно, переоборудование требует только один вид техники – это комбинированные дорожные машины, на которых мы должны бочку сменить на оборудование для распределения противоглоледных материалов. Эта работа ведется, большая часть машин уже подготовлена, остальные оснащены отвалами и щетками для оперативной уборки снега. Поэтому, если мы говорим про завод строительных материалов имени Федотова, мы полностью готовы к началу зимнего сезона, при этом летнее содержание никто не отменял, мы продолжаем работать пылесосами, продолжаем работать на обеспыливание грунтовых дорог, где это необходимо. Вот сейчас подсохнет, погода изменится, мы опять перейдем в летний режим, но при этом к резкому выпадению садков мы готовы. Вот у нас, у нашего паркотехники, насколько я помню, достаточно большой парк, единиц, да, свыше 250, по-моему. Ожидается ли в этом году, может быть, пополнение парка или модернизация какой-то существующей техники? Ну, парк действительно у нас большой, более 250 единиц различной дорожной техники, и летнего, и зимнего, и ремонтного назначения, вспомогательной техники. Если мы говорим про технику, задействованную на зимнем содержании, то это 85 единиц снегоочистительной техники различного вида, и плюс самосвалы, то всего там порядка 125 единиц. Соответственно, ту технику, которая нам необходима дополнительно, это самосвалы и погрузчики, когда у нас проходят большие циклоны, собственно, иметь их в собственном парке нет никакого смысла, они нужны буквально 2-3 суток после метели, мы их привлекаем у сторонних организаций по результатам аукционов. Если мы говорим про ее модернизацию, обновление, но техника у нас в принципе не старая, приобреталась сяна в основном в 2016-2017 год, то есть она еще достаточно новая, безусловно, она обслуживается, там периодически ломается, это техника, это работа, но какой-то глобальной модернизации по этому году не было, в этом просто нет необходимости, равно как мы в этом году и не приобретали дополнительную зимнюю технику. Собственно, сам по себе стандарт не является чем-то новым, более того, это нормальный отработанный механизм работы, стандарты эти были опробованы еще прошлой зимой, то есть понятно, что они работают, они как раз предназначены для того, чтобы у подрядчиков не было возможности, ну скажем так, схалтурить. То есть есть четкий регламент, какая техника должна убирать тротуары, какая техника должна убирать улицы, в какой очередности, только тогда будет достигнут максимально качественный результат за максимально короткое время. Соответственно, ну если мы говорим, опять же, я могу говорить только за свое предприятие, завод Федотова готов к этой работе, с этим регламентом и ознакомлены, и понимают его, и пользуются начальники участков, и мастера дорожные, которые руководят работами. Собственно, этот регламент понятен нашим водителям, которые в рамках этого регламента и работают. Поэтому для нас это не проблема, и зиму, да, мы это будем проводить уже полностью по новому регламенту. А какие реагенты будете использовать в этом году? Ну, собственно, противогололедные материалы прописаны в действующем ГОСТе, раньше были прописаны в отраслевых дорожных нормах, вот не так давно был издан ГОСТ, который, собственно, закрепил все виды противогололедных материалов, к ним относятся фрикционные, это песко-соляная смесь, либо песок чистый, но он не применяется, поскольку он замерзает просто без соли, и эффективность его падает. И химические реагенты, к которым относятся, ну, собственно, несколько видов хлоридов. В данном случае галит, натрий хлор, это обычная соль, техническая, неочищенная, ну, то есть ее нельзя употреблять в пищу, но вместе с тем это обычная техническая соль. Есть противогололедные материалы, химические, более сложные, они дороже, в Южно-Сахалинске они не применяются. Собственно, применяется, согласно тех рекомендаций, которые дает нам заказчик Департамента дорожного хозяйства и благоустройства, песко-соляная смесь, это грунтовые дороги и загородные дороги, поскольку там именно ПСС эффективно, и в городе применяется в ограниченных количествах галит. Применяется он не повсеместно, применяется он на перекрестках, в местах, где оттормаживаются машины, это автобусные остановки, пешеходные переходы. Сплошной посыпки ее и не требуется, и смысла в этом нет никакого. То есть там, где нужно сцепление. Да, коэффициент распределения 150 грамм на квадратный метр, он также прописан в ГОСТе и регламентирован. При этом, ну, повторюсь, это обычная соль. Каких-то иных не планируется материалов, но и более того, на самом деле, их и как бы в природе-то нет. По большому счету, песко-соляная смесь и галит применяется во всем мире. Если мы берем все страны, вот, северного полушария, это Европа, скандинавские страны, это Северная Америка, собственно, и Соединенные Штаты, и Канада, те же самые материалы, те же самые проблемы. По этому поводу есть в СМИ, в интернете куча материалов, и любой желающий может посмотреть. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию, ответили на все наши вопросы. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. Это еще не все. На сегодня увидимся во второй части выпуска. Жизнь подобна световому дню. От того, как встретишь свое утро, зависит, как сложится твой день и вечер. А главное — судьба твоего и будущих поколений. На этой неделе обращений в Центр управления регионом было больше, чем на прошлое. Мы традиционно оперируем данными с минувшей пятницы по четверг. Давайте не будем откладывать в долгий ящик. Наша статистическая рубрика «О чем говорят острова» уже спешит в эфир. Пора узнать, чей голос оказался громче. Итак, всего в Центр по разным каналам поступило 704 сообщения. Самой популярной платформой для обратной связи остается Инстаграм. 499 обращений. На втором месте сервис госуслуги 166. У остальных соцсетей показатели ниже от 26 до 2. Список популярных тем на этой неделе почти не изменился. На первом месте ЖКХ серебро взяла социальная сфера. Остаются у граждан и вопросы, связанные с дорогами, благоустройством и здравоохранением, которое замыкает пятерку. По теме ЖКХ свои коррективы внес прошедший циклон, хотя основной массив обращений по-прежнему связан с отоплением. Так, на отсутствие света и тепла часто жаловались ахинцы и интересовались сроками устранения неполадок. Отсутствие электричества вообще вышло на вторую позицию в разделе ЖКХ. Есть и решенные вопросы. Так, в Хомском селе пионеры после обращения жителей засыпали яму, в которой постоянно образовывалась лужа. А в Шахтерске пожилая островитянка рассказала о размытом дождями подходе к контейнерной площадке. Вопрос решили оперативно. Территорию отсыпали. В социальной сфере больше всего вопросов связано с оказанием государственной помощи. А в Южно-Сахалинске, Тымовском и Углегорске активно интересуются переселением из аварийного жилья. Помимо этого спрашивают и об оказании помощи нуждающимся, и многом другом. Что же до чуть менее популярных тем, островитяне спрашивают про образование, обращаются по теме газа и топлива. В целом интересуются безопасностью, общественным транспортом и электроснабжением. Поговорим о географии и ответственности правительства за конкретные обращения. На первом месте по отработке Южно-Сахалинск. Серебро у областного Минздрава замыкают тройку лидеров АХА, а в топ-5 также попали Долинск и Министерство соцзащиты региона. Ну а нам остается продолжать следить за работой центра, где обещают поделиться данными о предстоящей неделе. И только от вас зависит, какие темы в этот раз попадут в топ. В Паранайской центральной районной больнице появилось новое оборудование. Оно поможет восстановить здоровье пациентов после тяжелых заболеваний, инсульта, инфаркта, серьезных травм. Пройти реабилитацию на современных интерактивных тренажерах могут также жители из соседних районов Макаровского и Смирныховского. Анастасия Маслова проверила, как работает аппаратура. Галина Тюлюкова старательно выполняет все указания врача. Женщина попала в больницу с диагнозом пневмония. Пенсионерка долго была под аппаратом ИВЛ. Сейчас ей назначили курс реабилитации, чтобы восстановить работу легких. Вы знаете, аппарат неплохой, очень даже хорошо. После того, как мы тут лежим просто, это очень даже хорошо. И кровь, в общем-то, стала как бы это самое легче, как бы подышать. И, ну, в общем-то, для общего развития, будем так говорить, потому что мы тут просто лежим. Новое оборудование привезли в рамках нацпроекта здравоохранения. Большая часть техники направлена на реабилитацию пациентов, перенесших инсульт и другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Теперь врачи смогут поставить пациентов на ноги в течение трех недель. Это рекордный срок. В числе поступившей техники два аппарата ИВЛ, прибор для УЗИ экспертного класса для диагностики сосудов сердца и мозга, а еще 28 функциональных кроватей. Это аппарат для восстановления мелкой моторики. Здесь восстанавливают работу мышц, рук и пальцев. После включения компьютер сам подсказывает, что нужно делать пациенту, чтобы восстановить двигательную активность. Специалисты с Паранайска уже повышают квалификацию в Казани, чтобы быстрее научиться работать на новом оборудовании. Благодаря этому оборудованию можем реабилитировать этих больных даже после инсультов, то есть проводить первый и даже второй этап реабилитации. В настоящее время один из оборудований, вот сейчас представленный, это очень современное оборудование. С помощью него мы можем восстановить движение больных. В районную больницу поступило современное реабилитационное оборудование. Теперь на вооружении паранайских специалистов есть. Стабила платформа и вертикализатор, тренажер с биологической обратной связью, оборудование для кинезотерапии, роботизированной механотерапии, восстановление мышечной силы, а также электронный подъемник, чтобы перемещать лежачих больных с кровати на кресло и обратно без дополнительных усилий. Оно удобно тем, что есть регулировка высоты и тем, что можно подвести в любое помещение. То есть на колесиках такого оборудования у нас раньше не было. То есть очень хорошее оборудование для того, чтобы разгрузить наших работников, скажем так, и медперсонал. Сегодня реабилитацию в больнице одновременно могут проходить 25 пациентов. Помимо местных жителей, восстанавливаться в Паранайск приезжают из Макаровского и Смирныховского районов. Пациенты, перенесшие инсульт, перенесшие острые коронарные состояния и посттравматические состояния. Также здесь находятся пациенты на реабилитации, выписанные после перенесшей новой коронавирусной инфекции. Паранайское ЦРБ не единственное учреждение, куда привезли новую технику в этом году. Вскоре поставку оборудования ждут и в Холмской больнице, а также в главном медучреждении региона. Здесь консолидированный бюджет. Это бюджет и субъекта, и федеральный бюджет. 5 миллионов нам дала федерация и чуть больше 53 миллионов – это был областной бюджет. Скоро сосудистое отделение Паранайска перестанет входить в терапевтическое подразделение и будет самостоятельным. Новое оборудование позволит медикам восстанавливать у пациентов двигательные навыки как на первом, так и на втором этапе наблюдения. Подобной техники нет в большинстве сердечно-сосудистых отделений больниц России. А для Сахалина такие тренажёры закупают второй год подряд. Анастасия Маслова, Алексей Нестеров, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Мы постарались собрать для вас самые яркие события ушедшей недели, однако, разумеется, их было гораздо больше. От недостатка информации вас избавит сайт нашего агентства «Рия Сахалин Курилы», расположенный по адресу skr.su. Рекомендуем заглянуть туда за полной картиной. С вами был Данил Паршуков. Всего доброго. Комфорт с юных лет. Карта Сахалинца теперь доступна для младшеклассников. Школьники с 7 лет могут получить карманную систему с помощью родителей. Для начала должны обзавестись картой взрослые. После ребёнку выдадут дополнительную копию, привязанную к банковскому счёту папы или мамы. А вот подростки с 14 могут самостоятельно оформить карту Сахалинца в одном из банков-партнёров, либо же в отделениях соцзащиты по месту жительства. Онлайн на сайте системы ЕКС заявки принимают и по телефону 8 800 201 00 99. Немаловажно, что за обслуживание не взимаются деньги. Карта Сахалинца – удобство для детей, спокойствие родителей. Она даёт 3-процентную скидку в школьных буфетах. Посещение кино, театра, музеев и спортивных мероприятий станет в разы дешевле. Также картой можно оплачивать покупки в магазинах проезд в автобусе. А с 1 сентября она станет и пропуском в школу на благо сахалинцев и курильчан. В Сахалинской области семьям с детьми помогают улучшить жилищные условия. Семьи, заключившие договор с Сахалинским ипотечным агентством, могут воспользоваться единовременными выплатами от 500 тысяч до 2 миллионов рублей на погашение кредита. С рождением второго ребёнка можно оформить выплату на погашение ипотеки в сумме 266 тысяч 194 рубля. При рождении третьего или последующих детей выплачивается до 2 миллионов рублей на покупку или строительство жилых помещений. Семьям с детьми-инвалидами также предоставляется выплата на приобретение жилья. За подробной информацией обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. Чтобы горючие жидкости не привели к пожару, необходимо соблюдать следующие правила. Категорически запрещено работать с горючими жидкостями рядом с открытым огнём. Работа с растворителем, такая как оттирание пятен после ремонта, должна проводиться только на открытом воздухе. По окончании всех работ уберите горючие жидкости в специально оборудованные для хранения места. Никогда не сливайте горючие жидкости в канализацию. Помните, горючие жидкости очень опасны. Будьте бдительны и осторожны. Спайс – это курительная смесь из растений, пропитанных синтетическими веществами психотропного действия. Последствия от приёма наркотика могут быть необратимыми. В результате употребления спайсов ухудшается внимание и умственные способности. Нередко после приёма курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Спайс может убить тебя в любую минуту. Сахалин – самый крупный остров России. Любят его за маяк Анива, хребет Жданко, горячие источники, необъятные морские просторы, подводные деликатесы, горы. А какие здесь люди! Добрые, общительные, открытые, а главное – всех объединяют общие интересы. Охота, рыбалка, лыжи и сноуборд. А ещё карта Сахалинца. Это полноценная банковская карта с бесплатным обслуживанием, проездной билет, социальные выплаты и льготы, скидки до 25% в магазинах и аптеках, аналог полиса ОМС и СНИЛС. Оформить карту можно через банки-партнёры. Напишите заявление в офисе или поддайте, не выходя из дома онлайн на сайте своего банка или же через платформу проекта «Островат-65». Получить карту можно и в отделении соцподдержки по месту жительства для всех жителей Сахалина и Курил начиная с 7 лет на благо сахалинцев и курильчан. Редактор субтитров А.Семкин